Продолжается утро в Петербурге, 7 февраля, на календаре, и, как известно, сани нужно готовить летом, а путевку в детский летний лагерь зимой. Вот уже с 1 числа начался прием заявлений на полную или частичную компенсацию стоимости путевок. Напоминаем, сертификат действителен только в течение 30 суток после получения, а другие подробности у нашей гости. А у нас сегодня в гостях начальник отдела по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Комитета по образованию Санкт-Петербурга Валентина Михайловна Иванова. Валентина Михайловна, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Некоторые зрители, может быть, планируют отправить ребенка уже на весенних каникулах в лагерь. Я так понимаю, им стоит поторопиться, потому что сроки получения на каждую смену ограничены, да? Сроки, совершенно верно, сроки получения и сертификата, и подачи заявления на оплату полной стоимости путевки определены в распоряжении Комитета по образованию. И окончание сроков проходит не позднее, чем за пять дней до начала смены. У нас начинаются весенние каникулы с 25 марта, поэтому время еще есть. До 20-го можно оформлять. Совершенно спокойно, да, оформлять документы. Вообще, сколько сертификатов в год можно получить? Вот, к примеру, можно поехать и весной, и летом? Очень хороший вопрос, спасибо. И осенью, да. И осенью, и зимой, совершенно верно. В Санкт-Петербурге предоставляется мера соцподдержки на все каникулярные периоды. То есть родитель может получить сертификат или путевку в организацию отдыха в детский оздоровительный лагерь. И на период весенних каникул, на период всех четырехлетних смен, и также на период осенних и зимних каникул. То есть до четырех раз в год, да? Вес не ограничено. Больше четырех раз в год получается, потому что летом мы выдаем на пять, на четыре смены. На каждую смену. На каждую смену. На каждого ребенка в семье. На каждого ребенка в семье, совершенно верно. Фантастика. Заявление сегодня может быть полностью подано в электронном виде. Как я понимаю, каким образом это может быть? Совершенно верно. Заявление принимается через портал государственных услуг, и региональный, и федеральный порталы. Также подать заявление можно через МФЦ, кому это удобно. И еще есть заявители, которые также могут прийти и в администрации района подать документы. И плюс за сертификатом обратиться в наше подведомственное комитет по образованию учреждения, Центр оздоровления и отдыха, молодежный. И там подать документы и получить сертификат на оплату части. А сертификат, он будет в бумажном виде? Или он тоже может быть? Нет, он в бумажном виде. А если подаешь документы в электронном виде? Ну, вам приходит сертификат. Вы все равно его должны распечатать на электронную почту, которую вы укажете. А, все, он просто распечатывается, и уже с ним можно дальше обращаться. Каким категориям граждан положена стопроцентная компенсация? Стопроцентная компенсация у нас нет такого понятия в сфере отдыха и оздоровления. Для льготных категорий детей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-участники, участников специальной военной операции, дети-инвалиды, дети из многодетных неполных семей, дети из малообеспеченных семей. Для этих категорий граждан предоставляются бесплатные путевки. Понятия компенсации такого в нашей сфере нет. Нет, да. Скажите, вдруг кто просто не знал? Есть ощущение, что вдруг сертификат может получить только малообеспеченная семья, или, допустим, где ребенок воспитывается одной мамой или папой. Давайте еще раз заострим на этом внимание, что любой житель Петербурга может получить этот сертификат. Сертификат предоставляется по категориям «Дети работающих граждан» и «Дети творческих и спортивных коллективов». И действительно может получить любой житель Санкт-Петербурга, чей ребенок может заниматься и в творческих коллективах каких-то, в различных направленностях, и для детей работающих граждан. Я каждый год получаю. Это сертификат, да. А по поводу работающих граждан, сколько человек должен работать именно в текущий момент или какое-то время уже состоять? Нет, он должен работать, просто представить справку о том, что он является сотрудником, в настоящее время является сотрудником организации, расположенной на территории Санкт-Петербурга. Если буквально вот временно без работы находятся граждане. Вот как две недели назад, например, уволился. Уволился. Ну, всякое может быть. Ну, всякое может быть, но если человек продумал заранее, что он, значит, хочет отправить ребенка в лагерь, здесь можно посмотреть по разным категориям, получить путевку. Да, как малообеспеченные, собрав, представив тот пакет документов, который необходим именно для этой категории детей. Ну, то есть справка нужна именно вот на момент подачи заявления. Конечно, самозанятые индивидуальные предприниматели могут рассчитывать. Они могут рассчитывать на путевки, бесплатные путевки по другим категориям детей. Да, но сертификат, то есть не предоставляют это только тем, кто работает по найму. Совершенно верно, совершенно верно. Валентина Михайловна, вот как мы уже говорили, сертификат, он действительно в течение 30 дней. Вот скажите, если, ну, не дай бог, вот ты не успел его реализовать. Всякое бывает. На ту смену, которую выбрал родитель, да, и на которую срок действия сертификата издёк, дубликат не выдаётся. А, всё. И об этом хочу, да, напомнить ещё раз родителям. То есть заранее лучше выбрать лагерь, уже всё узнать, взвесить, и потом получать. Этот, в перечне организации отдыха, которые предоставляют, которые работают по категории, значит, предоставления сертификатов для детей работающих граждан. Также необходимо посмотреть, есть ли в реестре организации отдыха, значит, данные лагеря. Да, 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 да. И тогда уже связываться, если все эти условия выполнены, да, тогда уже связываться с лагерем, бронировать там путёвку, уточнять, значит, сроки. Примут ли сертификаты? Примут ли, да, есть ли, значит, места в лагере, и тогда уже, значит, договариваться и вести сертификат, предоставлять. Валентина Михайловна, вот такой вопрос, который не можем не задать. А вообще, может быть, отказано в выдаче сертификата? Нет, отказано в выдаче сертификата не может, потому что это мера социальной поддержки. А если, например, ребёнок в прошлом году себя плохо вёл, и его исключили из лагеря, за хулиганство, то... Это не влияет на выдачу сертификата. Совершенно, да. Может быть, это будет связано с решением лагеря. Лагерь может отказать в приёме. Да, да. А сертификат тем не менее будет. Количество сертификатов, я так понимаю, не бесконечно. Я не слышал, чтобы они заканчивались, но знаю, что есть квоты определённые. Вот по-вашему, к какому моменту уже их количество может быть ограничено? Совершенно верно. В этом году квоты на сертификаты увеличены. На всю оздоровительную кампанию будет предоставлено более 84 тысяч сертификатов. И у нас не было ещё, никогда не было ещё ситуации, чтобы сертификаты у нас закончились. Но я тоже не слышал о таком. И они кому-то не достались. Хватит на всех. Да, хватит на всех. В любом случае, нужно уже сейчас действовать в этом направлении и выдавать все документы. Ну, надо готовиться к этому моменту. Ну, выбирать лагерь, по крайней мере. Спасибо вам большое. Друзья, я напомню, у нас в гостях был начальник отдела по организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи Комитета по образованию Санкт-Петербурга Валентина Иванова.